Каждый визит главы города Владислава Денисова, а их в этот день был пять, начинался с одних и тех же слов. «С радостью исполняю почётную миссию и по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина вручаю вам юбилейную медаль, посвящённую 75-летию Великой Победы. Это символ безграничной благодарности за ратный и трудовой подвиг, за то, что как могли приближали победу, за то, что выстояли». «Мы, поколение, которое не знаем войны, говорим вам большое за это спасибо, за то, что создали нам будущее. Мы это помним, знаем, чтим». В 1942 году 18-летней девушкой Татьяна Филипповна Сатина ушла на фронт. Она выполняла ответственную задачу. С вышки наблюдала за появлением немецких самолётов и передавала сообщения зенитчикам. «Наш батальон был большой, около 600 человек. И когда мы направлены были вперёд на запад, половина оставили на курсе Карловской дуге». О том, где застало начало войны, рассказала в тёплой беседе за чашкой чая Мария Николаевна Логоида. Завод в Котовске, где она работала, пускал снаряды для орудий. Предприятие бомбили, и было принято решение об эвакуации. Мария вернулась в Уварово, а вскоре её призвали в армию. Радистку в звании сержанта отправили к восточным границам страны. Домой Мария Николаевна вернулась лишь в декабре 1945-го. Юбилейную медаль «75 лет победы Великой Отечественной войне» 1941-1945 годов глава Уварова Владислав Денисов вручил и Ольге Сафоновне Румянцевой. Ветеран поделилась воспоминаниями о тяжёлых военных временах. В ряды Советской армии Ольга Румянцева была призвана в июле 1942 года. В составе авиаполка служила на Дальнем Востоке, ремонтировала самолёты. В сентябре 1945-го участвовала в войне с Японией. Затем дивизию, где служил её муж, направили в Северную Корею. Здесь у супругов родилась дочь, а по возвращении на родину мужа в Уварово появился сын. Ольга Сафоновна работала в бухгалтерии районного отдела образования. Вырастила детей, внуков и правнуков, которые окружают её сейчас заботой. Она всё равно печётся об их будущем, интересуясь у гостей, как обстоят дела в плане благоустройства города. Средства мы уже выделили, и уже сейчас торги проводим, чтобы плиточное покрытие сделать. В числе тех, кого посетил Владислав Денисов и Анна Фёдоровна Курочкина. Уроженка Калужской области в возрасте 8 лет оказалась в оккупации. Вместе с матерью и маленькой сестрой девочке удалось выбраться из подожжённого немцами дома. Анна Фёдоровна не забыла, как вместе с другими односельчанами враг гнал их до Белоруссии, и как радовались, когда наши солдаты стали освобождать захваченные территории. Сегодня она вместе со всеми будет в 75-й раз встречать День Победы. Если будут силы, приходите на наше мероприятие 9 мая, в Сквер Победы. Вот у нас будем чтить память всех, и кто с нами, и кто положил свои жизни. В этот день глава города навестила блокадницу Евгению Александровну Вячину. В 1942 году 7-летняя девочка из блокадного Ленинграда была вывезена по ледовой дороге и отправлена в детский дом. Много лет Евгения Александровна является жительницей Уварова. Находясь в гостях у ветеранов, глава города Владислав Денисов отметил, что поколение победителей является незыблемой опорой, образцом стойкости и любви к Родине. И историческая правда, которую хранят и передают потомкам сами ветераны, особенно дорога и цена. Ирина Мерзлякова, Виктор Викторов, НашГород. Ирина Мерзлякова, Виктор 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 Виктор, НашГород. Продолжение следует...